Друзья, приветствую! Сергей Шумахер привез образцы масла из своего автомобиля. Напомню, это Kia с пробегом 665 тысяч километров и масло это Shell Helix HX8 EKT 530 C3 среднезольник. Эталон данного масла у меня есть, поэтому сейчас я проверю свежее от Сергея и потом отработку. Да, кому интересен канал Сергея, я оставлю ссылку в описании на его канал. Смотрите, по-свежему 100% по противоизносным присадкам, кислотный 1,93 в эталоне 1,9 у меня выставлено, и щелочное 8,2, а в эталоне 8,5. Да, чуть-чуть расхождение по щелочному 3,10, но это может погрешность, может партия, может сама проба как-то, блин, вот так получилось. Ну и да, видно зависимость чуть ниже щелочной, чуть выше кислотной. В общем-то, как похоже, как будто это все-таки особенность данной партии. Ну, не знаю, утверждать не буду. Так, можно приходить, сомнений в оригинальности нет, можно приходить к проверке отработки. Так, это Kia Cerato 2, 2011 года, с мотором 1.6 G4 FC, 126 сил, пробег уже озвучивал, 15100 пробег на масле, 335 моточасов, это при средней скорости 45 километров в час, достаточно высокая скорость. Долита всего одна четырехлитровая канистра масла и газпромовская G-Drive 95. Так, по отработке 58 процентов противоизноски, подъедает, несмотря на то, что это не турбо гликоли нет, нитрование, видите, такое значение повышенное, сажи 0,07, тоже многовато, особенно для такой высокой средней скорости, видимо, процесс сгорания не оптимальный, наросло кислотное 3,06, хотя, в принципе, уровень окисления, ну не такой уж высокий, но тем не менее, и 4,6 щелочное, ну здесь понятно, существенная такая доливка на все показатели повлияла. Сейчас посмотрим, что произошло с вязкостью, тут такой момент интересный, насколько я помню, прошлые образцы от Сергея загущались слегка. Давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь. Так, свежая отработка. Да, есть загущение, полимерный загуститель становится все лучше и лучше, шучу, конечно. Да, смотрите, приличное загущение, 30 процентов, на треть загустилось, это сильно, не хватает охлаждения, камера, повышенная температура в камере сгорания. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления новых видео. Я сейчас покажу вам прогноз и потом поделюсь своими мыслями. Так, смотрите, мощный нейтрализующие свойства 19700 километров, но это средняя скорость, конечно, высокая повлияла, 430 моточасов, но, конечно, но, конечно, 4 литра долито. Нитрование почти 21 тысяча, 460 был бы идеальный показатель, если бы был без доливки, ну, на мой взгляд, так по опыту, но здесь доливка, опять же, серьезно повлияла и с вязкостью вроде как и нет проблем, да, по моточасам, но с другой стороны такой сильное загущение говорит о том, что не хватает топлива мотору. Забеденная смесь, естественно, повышенная температура, естественно, повышенная температура тащит за собой ускоренную окисляемость, деградацию, ну и со всеми вытекающими последствиями. Не знаю почему, то ли здесь с форсунками может быть проблема, может они грязные, может они уже изношенные пробег, мама не горюй, вот, а может быть, мне кажется, поправьте, может Сергей напишет, мне кажется, где-то я слышал, что у него машина, или он мне говорил, что машина сшитая, вот, здесь настройщик мог косячнуть, забеднить, вот, и в результате вот такая картина, я думаю, что масло, конечно, ну, что тут говорить, в этом автомобиле сложно объективно оценить масло, такая большая доливка, плюс, вот, видите, очевидная проблема с загущением масла, тем не менее, тем не менее, с учетом доливки, масло показало приличный ресурс, но комментировать нечего, да, с машиной есть проблемы, возможно, да, подъедает противоизноску, судя по отработке, сажи достаточно много, особенно для такой, обычно на высоких скоростях сажи мало, то есть, там, на оборотах, я так понимаю, что более эффективно топливо сгорает, вот, и камера разогрета, и, блин, больше требуется мощности, поэтому эффективнее сгорает, чем в городе, но здесь вот видим высокая скорость и есть недогоревшее топливо в виде сажи, вот, ну и опять же загущение, повторюсь еще раз, да, есть проблемы, ну, не знаю, может покопать ему в этом направлении, чтобы машина доездила до миллиона хотя бы, вот такой получился тест, благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала, пишите, что думаете, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!